МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До сих пор не переоделась. Филипп приезжает в роддом, чтобы забрать Нину с ребенком. Смой! На допросе у следователя Борис открыто угрожает убить Олега. Я на тебя доберусь! Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Чёрным воронам. Всё прощается в любви, искупается любовью, Очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, можно врать, не двинув бровью. То, чего не смоешь кровью, вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Чёрным воронам. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Чёрным воронам. У меня создалось впечатление, что Романенко одержима. Она во что бы то ни стало, хочет жить в сосуду свою сестру. Но сделать это не просто так, а как можно больнее, помучить её. Да, к сестре у неё ненависть просто патологическая. Видимо, за этим кроется какая-то семейная тайна. Да, поделилась бы она с нами этой семейной тайной. Ну, не поделится. Мы сами должны докопаться до мотивов её поступков. Надо вызвать королю. Привет. Ну что, вижу, настроение у тебя не очень. А давай-ка мы кофейку, а? Кофейку? Ну? Давай кофейку. Ух ты, смотри, а. Ты как раз горячий. Чашки на столе. Ага. Ну, я чего мрачнее-то учусь. А чему радоваться-то? Ну, как чему? Насыпай. Клад ты всё-таки нашли. Да мне сейчас, честно говоря, совсем не доклада. Во всем проблем? В Борисе. В Борисе? А что такое? Что-то снова учу делал на допросе? Угу. Сказал, что сожалеет о том, что не убил меня. И что сделает это при первом же удобном случае. Олег. Первый удобный случай у него предстоит, я думаю, так лет через пятнадцать. Ну, при хорошем для него раскладе лет через десять. А за это время, знаешь, сколько воды утечёт? Да не боюсь я его. Я о другом. После нашего сегодняшнего с отцом визита в милицию, я... Я понял одно. Несмотря ни на что, отец любит его. И будет защищать. Но Светлана уехала из Кацинска. Я сама проверяла. Она что, ещё не вернулась? Нет. Мне кажется, Королёва не может так наплевательски относиться к судебным предписаниям. А знаешь ли, на зону возвращаться никому не хочется? Я позвоню её мужу, Эдуарду Птице. Да, я пока схожу к начальству. Получу разрешение на следственный эксперимент. И напомню этому Птице, что он не написал заявление. По поводу нападения на него людей скупщика Милованова. Вот пусть напишет. Напомни. Хорошо, Леонид Борисович. Отец чувствует свою вину перед Борисом. Скорее всего, считает, что обделил его своим отцовским вниманием в детстве. Ну да. Этот же патологический мерзавец. Я бы на месте отца давно бы вычеркнул бы его из своей жизни раз и навсегда. Ну, ну, вычеркну. Знаешь, ну, не обижайся на меня, но... Лично я. Его отца понимаю. Все-таки вы для него родная кровь. И оба ему сыновья. Доблестная милиция. Да, слушаю. Скажите, ваша жена, Светлана Королева, еще не вернулась в Кацинск? Дело в том, что Света в городе нет. И я не знаю, когда она вернется. Очень жаль. Знаете, она не имеет права покидать город, не поставив нас в известность. Это нарушение условий условно-досрочного освобождения. Вы абсолютно правы, но я уверен, что она скоро вернется. Будьте дабы. Передайте, пожалуйста, чтобы она как можно быстрее с нами связалась. Да. Хорошо, спасибо за звонок. До свидания. Ну, вот теперь Свету будет искать милиция. Да-да-да. Здравствуйте, Наталья Игоревна. Вот я и вернулась. Ты, Светочка. Светочка, как же я рада тебя видеть. А я вас. Ну-ка, 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 дай-ка, я тебя посмотрю. Ну, ты же все такая же воскрасавица. Ой, да ладно вам. Как вы здесь? Да как мы, Господи, признаться. Знаешь, боялась, что потеряла такого дивного, чудного, ценного работника навсегда. Ну-ка, давай прислаживайся. Я не поняла, Наталья Игоревна, это как это вы потеряли? Вы что, забыли? Я сказала, что уезжаю ненадолго. А ничего я не забыла. Просто иногда важно не то, что человек сказал, а с какой интонацией он это произнес. Ну, а вы психолог. Работа обязывает. Ну и потом. Ты же оставила прощальные письма всем своим родным и близким? Оставила. Вот. Вот я и думала, что ты попрощалась с нашим городом навсегда. Признаюсь, разное предполагала. А я вернулась. А я рада. Наталья Игоревна, а письма? Что? За ними кто-нибудь приходил? А, как ты думаешь? Да в тот же день все и набежали, как ты уехала-то. Значит, сначала твой этот Олег Давыдов прибежал, потом брат Женечка и потом сестрица твоя Рита. Ну и все все прочитали. Вот и хорошо. Ну что ж, я надеюсь, вы не успели меня уволить и моя коморка остается за мной? Этого еще не хватало. Нельзя допустить, чтобы Свету искала милиция. Нельзя. 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 А что мы можем сделать в данной ситуации? Даже не знаем, где она сейчас. А я знаю. Я буду продолжать искать ее. Я не успокоюсь, пока не найду. Только во всем этом есть одно большое но. Какое но? Ну что, продолжай. Да я не знаю, как мне разорваться. Я и Свету должен искать, и отцу нужен здесь. Спасать Уланова и бизнес. Да. И тут ты прав. Да и Ксюхе нужна моя поддержка. Шутка ли? Девчонки в таком возрасте мать потерять. Вопросов у них больше, чем ответов. Ну ладно, 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 не раскисай. В конце концов, для чего, друзья? Что-нибудь придумаем. Ты думаешь? Думаешь. Уверен. Для начала предлагай покинуть эту территорию. Чего сидеть киснуть в четырех стенах? А потом не ровен час встретишься с отцом. Уверен, поругаешься. А? Да, ты прав. Нам обоим лучше остыть. После сегодняшнего свидания с Борисом. Ну вот, поэтому есть, скажем так, не новое, но интересное предложение. Предлагаю пойти. До браво. Да, согласен. Отлично. Ну, понимаешь, Свет, не сердись на меня. Я же не знала твои планы. Вернешься ты, не вернешься. А, ну, значит, все-таки уволили. Да вот и не уволила. У меня же твое заявление на отпуск. А вот коморочку-то твою я вынуждена была сдать новому электрику. А у него тоже проблемы с жильем? Угадала. Понимаешь, человек пришел на вакансию, на которую я три месяца никого найти не могла. Ну да. Ты знаешь, такой положительный попался электрик, не пьющий. Понятно. Да, да, просто я рассчитывала, что вы примете меня. Ну, приму, конечно. И теперь мне надо как-то придумать, где я буду жить. А тебе ничего придумывать не надо. Эту проблему я буду решать с Кириллом. Когда я его туда поселила, я его предупредила, что если вдруг вернется девушка, которая до этого здесь жила, то он будет своей жилищной проблемой решать самостоятельно. Извините, Наталья Ивановна. Вот. Вот и он. Легок на помине. Кирилл. Знакомьтесь, Светлана. Ну, та девушка, которая до вас в этой комнате жила. Да, я вас понял. Понял. Скажите, насколько это срочно? Сейчас? Ладно, хорошо, я придумаю. Да. Добрый день, Евгений. Добрый день. Как моя ласточка? А, ласточка? Знаете, старовата ваша ласточка, надо сказать. Он уже разваливается вся. Но она еще побегает. Вы знаете, если почти что сроднился. Я понимаю, я буду делать все, что возможно, но это будет стоить немного дороже, чем мы с вами изначально договаривались. Это ерунда. Как говорится, я за ценой не постою. Вы знаете, машина еще не готова, работы очень много. Слушайте, как? Да, так. Мы же с вами договорились, что я сегодня смогу ее забрать. Я понимаю, но мне нужно срочно отлучиться. И сколько это займет времени, да бог его знает. Как? Работы много. А вы уходите. Я вам деньги плачу. Я вам сейчас все объясню. Мне нужно в милицию, чтобы быть там свидетелем. Я думаю, это времени много не займет. А как вернусь, вашей машиной займусь. Честное слово. Ладно? Ну вот это другой разговор, Евгений. Ну все, хорошо. Договорились. Ну? Не будем задерживать друг друга. Все, договорились. Договорились. Хорошо. Счастливо. Счастливо. Значит, мы все-таки вернались. Извините, что так получилось. Да нет, это вы меня извините. Это же я занял вашу жилую площадь. Ну я так поняла, что никто ни на кого не в обиде. Так? Кирилл. Вам придется решать жилищную проблему. Ну конечно, Наталья Игоревна. Пойдемте, я вас провожу. Заодно посмотрите, что я там ничего не испортил. Как начальство? В каком настроении? Все подписано. Разрешение на следственный эксперимент в кармане. А я дозвонилась брату Королеву, и он скоро к нам приедет. Отлично. Ну что ж, теперь вывозим Головина на место преступления. Все протоколируем. И дело об убийстве Ланевского можно передавать в суд. Вот закончим следствие. Ну и все, уйдешь от меня, свободное плавание. Здесь стало светлее. Извините, пришлось немного похозяйничать. Я смотрю, вы светильник новый повесили. Красивый. Я с радостью подарю этот светильник вам. Ну что вы, неудобно. Бог с вами, я его сам смастерил. Правда? А себе еще сварганю. Времени свободного у меня достаточно. А мастерить я люблю. Ну, значит, у вас золотые руки. Ну да, я вообще много чего умею. Так что вы зовите, если что-нибудь сломается. Спасибо. Ну, я все-таки надеюсь, что ломаться у меня ничего не будет. Я ничем не нарушил ваш порядок. Нет. Все на месте? Да. И вообще, вы знаете, мне кажется, здесь стало уютнее. Даже не верится, что здесь живет мужчина. А вы, наверное, думали, что все мужики неряхи. Я люблю порядок и уют. Я тоже. Тогда прошу. Чайник еще не остыл. Чай будете? Вообще-то, это вы здесь хозяйка, а я. Вы не беспокойтесь. Я сейчас уйду. Ну, пока вы не ушли. Может быть, угостите меня чаем? А то я с дороги. Я бегу. Кирилл, если не секрет. А как так получилось, что вы остались без жилья? Да. Здрасте. А можно? Да здрасте, можно. Давно ждем. Садитесь, Евгений. Шур, договорись с машиной для следственного эксперимента. А я пока с парнем потолкую. Хорошо, Лена Борисовича. А можно узнать, по какому вопросу вы меня вызвали? Конечно, можно. Скажи, Жень, ты хорошо помнишь события пятилетней давности? Ты все-таки был подростком? Не, ну, конечно, хорошо. На память я никогда не жаловался. А что? Дело в том, что мы расследуем дело Маргариты Романенко, которая подозревается в соучастии в убийстве Михаила Ланевского. Так? Так вот, у нас есть все основания предполагать, что эта женщина причастна к гибели твоего отца. Я смотрю, вы прямой человек, Светлана. Кирилл, извините. Извините, если я чем-то вас обидела. Да что? Просто такое сейчас редко встретишь. Особенно среди женщин. Ну, если вы не хотите, вы можете не отвечать на мой вопрос. Я ведь, ну, я просто так спросила. Да нет, на столь прямой вопрос, он должен дать приемный ответ. Вот только уши, пожалуйста. Будьте со мной откровенны. Торжественно обещаю. Скажите, а почему вы жили в этой казенной коморке? Неужели у такой красивой девушки? До сих пор не выстроена личная жизнь. Ну, теперь, я надеюсь, с этим у меня все будет в порядке. Не сомневаюсь ни минуты, и все же. Ну, если вы так настаиваете, буду с вами предельно откровенна. Просто обстоятельства не всегда складывались в мою пользу. Дело в том, что я недавно вышла из тюрьмы. Мне жаль, что тебе пришлось еще раз пережить эту непростую ситуацию. Но, сам понимаешь, в интересах дела мы должны были. Ничего, ничего. Я готов продолжать дальше разговор. Скажи, а ты сам подозревал когда-нибудь Риту Романенко? Всегда. Рита, вы вот вообще первый человек, который это спрашивает. Ну, я имею в виду работников милиции. Да. Дела. А ведь я всегда знал, как Рита на самом деле относится к нашей семье. Я всегда это знал. Но это, к сожалению, никого не интересовало. То есть ваши отношения не были родственными? Никогда. А почему? Можешь объяснить? Единственной моей целью было доказать свою невиновность. И найти человека, который действительно виновен. Я понимаю про таких обстоятельствах. Недоустройство личной жизни. Да, сложно. Сложно было в себя снова поверить. В людей. Ну, теперь-то я надеюсь. Вы доказали свою невиновность. Эта печальная страница вашей жизни перевернута навсегда. Теперь да. Теперь я начинаю новую жизнь. Спасибо за откровенность. Тогда придется и мне, как на духу рассказать вам, как я докатился до жизни такой. Сахар берите. Давай, 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 давай. Слушай, Эдик, по-моему, мы попали на чужой праздник жизни. Пошли отсюда, а то сейчас начнутся тосты, поздравления. Настроение не то, а? Стоять. Может, только к лучшему. Ну, как-то развеемся. А? Отвлечемся. А, Коля? Скажи, мы на этом празднике не лишним? Да нет, кафе работает в обычном режиме, присаживайтесь. Отлично, столик. Вот, пожалуйста. Слушай, ну, все равно как-то не в своей тарелке. А у нас сегодня праздничное меню. Ну, вот видишь. По какому поводу? А Нина родила сына, и ее сегодня выписали из роддома. Нина родила сына? Нина? Здорово. Да. И сегодня каждое третье блюдо бесплатно. Ага, то есть еще и попали на халяву. Ну, вот видишь. Ну, Нина родила, у нее все налаживается. Значит, и на нашей улице будет праздник. Значит, не надо на меня грустно смотреть. Садись. Хотелось бы в это верить, что все наладится. Знаете, Рита, она все время держала дистанцию. Между своими и чужими. И пока жила в нашей семье, постоянно чем-то была недовольна. Я это ощущал. А другие-то чувствовали? Ну, папа, к примеру, он как будто все время был перед ней виноват и старался как-то загладить вину. А мама... Мама ее любила. Мама вообще всех любила. А Света, ваша сестра, она как относилась к Рите? Света копировала папу. Я думаю, потому что она его очень любила. И поэтому вела себя так же, как и он. А меня, как я уже и сказал, никто не слушал. А потом вы убежали из дома. Да. Я убежал, когда случилась эта трагедия с папой. Я даже с сестрой не поговорил. Нет. Но я уверен. Я чувствую, что это не Света. Это Рита. Начнем с того, что я по профессии инженер. Когда-то занимал приличную должность. И хорошее положение. Дайте попробую угадать. Вас уволили? Мимо. Я влюбился. И? И женился. Купил квартиру. Но моя благоверная, которая поначалу казалась мне белой пушистой, оказалась просто интриганкой. Ну, увы, такое бывает. Сначала она меня рассорила с моими друзьями, да так, что я уже не понимал, где друзья, а где враги. Начались проблемы на работе, а потом, потом, как в той сказке про Зайчью избушку. Помните? Была у Зайчика избушка. Лобина, у Лисы ледяная. Пришла она к нему жить. И Зайчика из его избушки ее выгнала. И вы ушли? Не просто ушел. Сбежал. Ну, это между нами. Я тоже связал с прошлым. Тоже хочу начать новую жизнь. Чего ты не ешь? По-моему, очень вкусно. Аппетита нет. Ты знаешь, я все думаю о том положении, в котором оказалась наша семья. Да, положение серьезное. Борис, конечно, успел дело натворить. Ну, ничего, ничего. Мы с отцом что-нибудь придумаем. Что касается банка, у меня уже кое-какие соображения есть. Если честно, я никак не могу свыкнуться с мыслью, что Борис и Рита убийца. Просто бред. У следствия нет никаких сомнений. Конечно, всегда знал, что они полные негодяи, но что они на такое способны. А знаешь, что больше всего меня напрягает в этой ситуации? Ну? Ведь Борис, он действительно мой кромный брат. А это значит, что я ненавижу родного брата. Для такого поступка нужен серьезный мотив. Железное основание. У Маргариты Риманенко не был конфликт с твоим отцом? Не помню. Жаль, твои ощущения к делу не пришьешь. Да поймите вы, Рита, она неисправимая. Она патологическая злодейка. И дело тут даже не в мотивах, не в воспитании. Она такой родилась. Не знаю, не знаю. Я на самом деле в этом не уверен. Ну, думайте, как знаете. Я вам все скажу. Еще ко мне вопросы будут? А то я, наверное, пойду. Ну, как говорится, не смей задерживать. Спасибо. До свидания. Вы извините, что мало чем помог. Ну, почему? Очень помогли, очень. Ну, что ж, мне пора. А куда вы теперь пойдете? Да вы не волнуйтесь, Светлана. Я найду, куда пойти. Сниму комнату. Кирилл. Да? Ну, вот что. Я решила так. Оставайтесь здесь. Простите, но я не могу принять от вас такую жертву. Какую такую жертву? Это не жертва совсем. У меня в этом городе полно друзей, родной брат живет. А вы, я так поняла, здесь совсем один? Ну, вы это так. Вот и живите спокойно. Извините, что потревожила вас. Вы только знаете... Светлана, слушайте, я поражен вашим поступком, но право мне неудобно, честное слово. Подождите. Вы не возражаетесь ли, я сумку здесь свою оставлю на хранение? Да. Нет? Вот и замечательно. Вот и договорились. Ну что, до свидания. Я так думаю, что я тебя понимаю. Знать, что твой брат убийцы, наверное, это тяжелый крест. А я теперь понимаю, каково было Свете. Ведь ее сестра тоже оказалась убийцей. Ну вот. Там ситуация еще почище. Ведь Ритка убила родного отца Светы. Ну, Света ее простила. А я, Борис, простить не могу. Хотя убил он неродного мне человека. Понимаешь, прощать или не прощать, это каждый решает сам. Да нет, я для себя уже все решил. Я никогда его не прощу, никогда. Мне стыдно, что у меня такой брат. Олег, ну это твоя позиция. Светину позиция другая. Да. Она, конечно, потрясающий человек. У нее в душе нет ни грамма мести. Она готова страдать одна. Не выплескивает весь этот негатив на окружающий мир. Да. Света уникальная девушка. Ты прав. Вот мы сидим здесь с тобой. Говорим о ней, а мне... Мне в душе светлее становится. А ведь я не знаю, где она, что с ней, в какие приключения ввязалась. И самое страшное, что я... Я бессилен ей помочь. Да. Наталья Игоревна, у меня к вам срочный разговор. Есть у вас минутка? Для тебя всегда. Присаживайся, рассказывай. Ну? Ну, мы тут с Кириллом пообщались. И у вас возникли проблемы. Да нет, что вы, он чудный человек, и мы с ним поладили. Я очень рада, но мне кажется, что Кирилл достаточно взрослый человек, чтобы самому решить свои проблемы. Так я думаю, что не стоит беспокоить такого ценного работника. Это ты о чём? Ну, вы же сами говорили, что такого специалиста очень сложно найти. Ну, вы сами прекрасно знаете, какие у нас зарплаты, и не думая, что у него хватит денег на то, чтобы снимать жильё. Так, и что ты предлагаешь? Не собираешься же ты жить с ним в одной комнате? Да нет, конечно. Я уступаю эту коморку. Ему. Света, подожди, а как же ты? Ну, Кирилл, конечно, чудный, конечно, славный. А бы кого я, ты сама понимаешь, не пустила бы. Так вот и пусть, там живёт спокойно. Светик, ну а ты-то куда пойдёшь? Ну, у тебя хоть деньги-то есть? Да. Ну, можешь себе одолжить? Нет, 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 спасибо большое. Жильём я аж самимся придумаю. Света, ну, я не знаю, ну, Бог в помощь. Спасибо. Ну, если что, приходи. Спасибо, Наталья Игоревна. Всего доброго. Ну, всё, Олег, хватит хандрить. Вот, что касаемо меня, у меня такое чувство, что у Светы всё будет хорошо. Ну, что с ней всё в порядке. Что она там тебе написала? А, в первом письме, когда она уезжала из Коцинска, было прощайно всегда. Не-не-не, я что-то не понял. Что значит в первом письме? Было и второе, что ли? Чего ты молчал? Да я просто не успел тебе рассказать. Вторую записку я нашёл во дворе её дома, в Лучацке. А ещё нашёл вот этот талисман. Ну, мне кажется, что это хороший знак. Ну, и что там было? Ну, не томи. Ну, там было всё расплывчато, как-то всё пространно. Но не было этого навсегда. Навсегда. Вот. Вот. А значит, я прав. И вы ещё непременно увидитесь. Леонид Борисович, по поводу машины для следственного эксперимента я договорилась. Какие ещё будут указания? Никаких пока. Присядь. Хорошо. Узнали что-нибудь, Арманенко? Знаешь, если угодно, то некий психологический наброс к портретам преступников. Ну, скажи мне, кто в этой банде главарь? Рита или Борис? Думаю, Рита. Ты знаешь, я тоже так долго думал. Но Борис прекрасный актёр. Леонид Борисович, у меня предложение. Ага. А давайте проведём следственный эксперимент без Романенко. Мне кажется, Головин так быстрее всё нам расскажет. Ай, это вы опять. Извините, машина ещё не готова. Давайте я вам лучше сам позвоню, когда она уже готова будет. А когда она будет готова? Светка! Женька! Иди сюда! Иду! Как я рад тебя видеть! Поставь на место, тяжёлое! Ну, поставь на место! Ну, ставь меня уже! Ой, слушай, как здорово, что вернулась. Я тебя испачкал, слушай. Это ерунда всё. Как я рад, что с тобой всё хорошо. А что со мной может быть не так? Ладно, Эдик, хватит меня успокаивать. Наша со Светой встреча сейчас невозможна. Почему? Почему, почему? Я бы рад за ней поехать. Но не могу, понимаешь? Ну, по крайней мере, не сейчас. Ну, конечно, не сейчас. Знаешь, а то... Спасибо. А то в прошлый раз твои чуть мани сошли, когда ты едва не опоздал на похороны матери. Да вот я и думаю. Имею ли я право идти на конфликт с отцом? Ведь ему сейчас, как никогда, нужна моя поддержка, понимаешь? А он что, против вашей отношения со Светой, да? Да как тебе сказать? Папа сейчас в глубоком стрессе. Ну, немного это чудит. Недавно вообще мне заявил, что во всех, во всех несчастьях, которые случились с нашей семьёй, он считает виноватыми Королёву. Да. Валить больной головы на здоровую. Хотя, в другой стране, у всех бывают тяжёлые моменты в жизни. Лично, что касается меня, я уверен, что Королёва здесь абсолютно ни при чём. Ну, видишь, наш папа считает иначе. Угу. Да. Тяжёлую ситуацию ты попал. Ну, скажи, а ты не будешь сильно ревновать, ну, если вместо тебя на поиски Светы отправлюсь я? Вообще-то ты должна знать, что с каждым участником преступления первый следственный эксперимент проводится отдельно. Это для того, чтобы преступники не смогли договориться между собой. Не знала. Вот, вы сказали первый следственный эксперимент. А в каких случаях бывает второй? Второй? Если у подельников возникли разногласия в изложении событий. Признаюсь, я действительно ещё многого не знаю. Учись, стажёр. Буду стараться. Старайся. Значит, говоришь, к эксперименту всё готово? С технической точки зрения, да. Ну, а мы готовы с психологической. Что, прямо сегодня? Прямо сейчас. Главное, чтобы преступник к этому не был готов. В общем... Жень. Жень, ну... Ну, что ты меня пугаешь? Ну, говори, что случилось тут у вас, пока меня не было? Ритку с Борисом арестовали. Да? Сидят теперь наши голубчики. А так им и нужно. Я вообще рад. Пусть Ритка сидит за свои все эти кузни. Жень, не надо так говорить. Не говори так. Это не наше с тобой дело. А с Ритой пусть разбирается милиция. Ты чего? Ты её простила, что ли? Да помнись, она же... Она убийца нашего отца. Ты не понимаешь этого? Послушай мне, я её простила. И ты должен простить. Жень, ты должен. Ты должен постараться. Нужно простить. Нельзя. Света, я не могу этого сделать, пойми. Вообще... Тут столько всего случилось. Что? Что? Женя, ну что ты молчишь? Что случилось? С Олегом что-то? Ну, Женя! Ирена умерла. Олег, ну, ты пойми меня правильно. Ничего личного. Я просто хочу вам помочь. Тебе помочь. В первую очередь. Угу. Ну, и как ты себе это представляешь? Я так думаю, что мне будет легче проследить, чем тебе. Ну, по крайней мере, официальным путём. Почему? Почему? Потому что, нравится тебе или нет, но я пока ещё являюсь законным Светиным мужем. И поэтому мне проще делать официальный запрос. или ты что хочешь, чтобы её искал в милиции? Ты знаешь, Эдик, ты, конечно, не обижайся, но я вот слушаю тебя, а сам сам думай, как же мне неприятно, что Света до сих пор является твоей женой. Олег, всего лишь там в паспорте. Даже так. Ну, ладно, я буду искренен с тобой. Ты мне, конечно, можешь помочь в чём угодно, но вот что касается наших отношений со Светой, ты уж, ты уж извини, но я лучше сам, ладно? Ну, ладно. Спасибо за искренность. И вообще, давай лучше закроем эту тему. Счёт, пожалуйста. Ну что, стажёра, сегодня ты будешь участником своего первого следственного эксперимента. Не страшно? Есть немного. А ты не бойся, ты молодец, ты справишься. Леонид Борисович, мы же ещё с группой охраны не договорились. Обижаешься, я уже договорился. Ну, тогда я жду дальнейшего указания. Иди переоденься, мы в лес едем. Хорошо, Леонид Борисович, я сейчас. Как это случилось? Ирэна попала в аварию, когда возвращалась с курорта. Она разбилась на машине? Да. Нет, ну, врачи как могли, со жизнь боролись. Сложнейшую операцию провели, но она так и не приходя в себя, умерла. Я как мог Ксению поддерживаю. А что человеку скажешь, когда он маму потерял? Ну, я ведь знаю. А Олег? Как он? Олег до сих пор переживает. И вообще с ним отдельная история вышла, он чуть было на похороны не опоздал. Почему? Поехал искать тебя в Лучанск. поехал искать, и, я не знаю, задержался. Видимо, какие-то непредвиденные обстоятельства случились. Господи. Господи, я ведь ждала его. Я ждала его, Жень. Я хотела, чтобы мы встретились. спасибо. Спасибо. Ну, а вот и мы. Встречайте. Филипп, наверное, не нужно было всего этого делать. Да ладно, почему? Ну, пусть все знают, что у нас сегодня праздник. Ребятушки, примите мои искренние поздравления. С рождением, ребенка. Ну, спасибо. Да, богатый будет. Нин, можно тебя на минутку? Да, конечно, Олег. Филиппа, держи, пожалуйста. Можем смотреть? Нет. щи. Нин, прими мои искренние поздравления. Спасибо. Я рад за тебя. Кажется, тебе удалось начать все сначала. И тебе удастся, Олег, я уверена. память, боль, конечно, конечно, это все остается и никуда не денется. Это будет всегда с нами. Совсем не обязательно это демонстрировать всем окружающим. Понимаешь? Жизнь продолжается, Олег. Продолжается. Да. Спасибо тебе. Спасибо за эти добрые слова. Ну, а как ты решил назвать сына? Ну, естественно, Михаил в честь отца. Ну, ничего. Ничего, все будет хорошо. Я помогу Олегу, и вместе мы справимся, правда? Да, вместе-то оно всегда легче. Я никак не могу понять, почему же мы не встретились в Лучанске. Ну, я не знаю, это тебе лучше Олегу знать. А ты сама-то где была? Ну, да, мы, наверное, разминулись, когда я уехала. Я была на месте экспедиции нашего отца. Ты была на месте экспедиции? Да, Жень, я тебе все расскажу. Но не сейчас, ладно? Я должна увидеть Олега. А, ну, да, да, да. Ой, Свет, чуть не забыл, тебе же милицию нужно. О, какая честь. Леонид Борисович, собственно, персон. Ага. На расстрел уже поведете? Что, так не терпится умереть? Я еще вас переживу. Ну, тогда собирайся на следственный эксперимент. поедем на место, где ты убил человека в голове. Ну, что ж, пойдемте прогуляемся. Нам терапись так. Ух, какой, а! Ты еще не до конца экипировал. Крапивин! Ну, пододи-ка наручники на нашего орла. Хм! Субтитры создавал DimaTorzok Света возвращается в Кацинск. Она знакомится с Кириллом, который недавно устроился в ЖЭК электриком. Я тоже связал с прошлым. Тоже хочу начать новую жизнь. Эдик и Олег поздравляют Нину с рождением ребенка. Она убийца нашего отца! Ты не понимаешь? Света убеждает своего брата простить Риту, несмотря ни на что. Поедем на место, где ты убил человека. Прозоров решает вывести Бориса на следственный эксперимент. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись черным воронам. Все прощается в любви, искупается любовью, очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, можно врать, не двинув бровью, то, чего не смоешь кровью, бабьей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись черным воронам. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись черным воронам. Не, я не знаю, я бы Ц-класс взял бы. Хорошо. Хорошо тебе это все равно. Для меня это важно. О, кафешка какая-то. Пойдем кафе. Олег! Света. Что Света? Подожди, я только что слышал голос Светы. Да ладно, она же уехала. Света. Света, не может быть. Плюс. Олег. Олег. Андрюха, ну наконец-то, где ты ходишь-то? Ну нельзя так, что ж ты делаешь? Осторожней, осторожней, вот так вот садись. Ну вот. Перетрудил ноги, да? Молодец. Когда у меня ноют ноги, я забываю, как у меня муторно на душе. Ну что, Головин, хорошо дышите на свежем воздухе? Ой, не спрашивайте, гражданин начальник. Аж голова закружилась после ваших казематов. О, а вы, я гляжу, целую дивизию вызвали мне на охрану. Боитесь, что сбегу? Нет, не боюсь. Но осторожней, что знаешь ли. Так, давай-ка к делу, Головин. Время у нас немного, надо успеть до темноты, да и погодка может испортиться. Олег, как же я тебя люблю. Ты, ты здесь, ты приехала рядом со мной, Господи. Господи, какое же это счастье, я, я больше никуда тебя не отпущу. А я от тебя никуда не уеду. А я, я представляю, я же вид с тобой в лучшем скрыванул, боялся тебя потерять. Если бы ты знала, если бы ты знала. Олег, мы больше с тобой никогда не расстанемся. Нет. Никогда, никогда, я знаю. Ребят, извините, что я встреваю, но, Свет, мне нужно тебе сказать... Что? Тебя ищет милиция. Милиция. Зачем? Ты что, пил, что ли? Это ты вот в таком виде по городу шел? Да что с тобой? Шел, шел. И пришел. Послали меня, Женька. Кто послал? Куда послал? Далеко послали. Варвара. Я пошел. А что делать? Значит, где у нас стояла машина Королевой, в которой было совершено убийство Ланевского? Где-то здесь и стояла. Поставили, правильно? То есть вот так. Ну что ж, следственный эксперимент начинается. Камера! Включай. Головин. Забирайся. Свет, подожди, ну, не переживай, тебя вызывают в качестве свидетеля. Просто ты уехала, ну, вот, милиция, поэтому тебя и разыскивает. Риту и Бориса арестовали. Я знаю. Ну, тебе нужно сходить к следователю, дать показания. Знаешь, похоже на эту парочку, Бориса и Рита. Собирается много материала. Да, я обязательно схожу. Только потом, ладно? Не сейчас. Эдик, слушай, ну, надо было прерывать. Такой момент портить, а? Ну, правда, простите, просто я думал, дело серьезное. Так, друг любезный, давай, топай отсюда, пока по шее не накостылял. Все, еще раз извините, давайте, удаляюсь. Удачи. Давай. Я, я тебя очень, очень люблю. Я тебя очень люблю. Андрюха, ты пьяный, как сапожник. А что, я не могу напиться? Да можешь, конечно, но... Не знаю, я тебя таким никогда не видел. Я тоже, Женька, никогда себя таким не видел. Ты мне объясни, что случилось? Что у вас произошло с Варварой? Что она сказала? Не получается у нас ничего, Женька. Не понимаю я этих женщин. Сначала она говорит, что мальчишки испытывают тебя, хотят понять. Серьезный ты мужик или нет? Подожди, тебе что, экзамен устроили? Ну, да. Когда мы тут были с Варей, с суда, старше ее явилась, Вовка. Выследил нас. Шустрый пацан. Начал меня провоцировать. Ну, я терпел, терпел, а потом не выдержал, схватил его за шкирку и тряхнул. А что было делать? Я не знаю, меня здесь не было, но, может, ты был прав. А Варя думает по-другому. Когда я терпел, она нервничала, я же видел. А когда решил показать Вовке, кто из нас старше, психанула и ушла. Что-то я ничего не понимаю, если честно. Да и я тоже, Женька. Ну что, гражданин Головин, ты снимаешь? Да. Согласно вашим показаниям, Ланевский сидел на переднем сиденье. Вот расскажите нам и покажите, что вы делали. Сейчас. Секундочку. Что такое? Что случилось? Вы знаете, как-то нехорошо стало. Вспомнил, комок горла. А когда убивал, все нормально было, да? Хорошо себя чувствовал? Где Рита находилась в этот момент? Романенко? Романенко, ну, она сидела на водительском сидении и делала вид, что заводила машину, Ланевский нервничал. Ну, она там спрашивала, куда он ездил, чем занимался и... Ну, а потом я набросил на него цепочку. Ну, покажи нам, покажи, как-то набросил цепочку, покажи. Ну, естественно, он сопротивлялся. Что было дальше? А дальше мы с Романенко стояли снаружи, курили и думали, куда девать труп. Ты все снял? Серьезно, выходим с машины. Головин, я сказал, выходим из машины. Я так понимаю, в этом доме меня не сильно ждут. Да уж, сами знаете. Александр Митич у себя, я могу его видеть. Я предупрежу, что вы здесь. Не надо, я сам. Да что я к этой Варваре прикипел? Мало, что ли, других девушек в интернете? Да я завтра же себе новую заведу. Конечно, заведешь, конечно. И будешь так же вам полгода переписываться и нервничать, как сейчас. Нет, не буду. К женщинам привыкать нельзя, их нужно держать на расстоянии. Да ты у нас просто ученым стал, я смотрю. Только как это у тебя все просто, Андрей? Ну, конечно, я попереживаю немного, но я ее забуду. Я заставлю себя забыть. Ты уверен в том, что ты ее забудешь и заведешь себе другую? Нет, Жень. Не уверен. Так и знал, что не надо было к ним лезть. Если бы она была одна, то трое пацанят. Так и знал, что они меня не примут. Да ладно, привыкнут. Ничего страшного. И Варвара успокоится. И через несколько дней вы уже помиритесь. Все. Нет, Женька. Не помиримся. В общем, все это серьезно. Мы расстались со всем. Олег, милый, я я знаю, что Ирена Станиславовна умерла. Я очень тебе сочувствую. И просто я очень хорошо знаю, как тяжело терять близких и особенно, особенно маму. Мне тебя очень не хватало. Прости меня. Я я уехала так не вовремя. А если б, если б я знала. А может, пойдем в Дуброву? Посидим там, поговорим. Ты мне все расскажешь. Что, Головин, плохо вам? Укачало? А у Ланевского, между прочим, жена беременная. И ребенок теперь без отца останется. Это он наконец-то понял, что человека убил. Гражданин начальник, дайте закурить. Плохо мне. У нас нет времени на перекуры. Пакуйте его, ребят. Леонид Борисович, хоть пару затяжечек, реально плохо. Какие тебе пару затяжечек, а? Дай ему сигарету. У тебя есть 30 секунд. Леонид Борисович, а чего ему сигарету еще дали? А есть у нас еще время, минут 10 лишних, пусть покажет. Головин, что с вами? Головин, что с вами? Владимир Андреевич, ты? Извини, что без звонка. Я приехал поддержать тебя, всех вас. А почему ты не приехал на похороны? Прости, не смог заставить себя еще раз пройти через это. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что я Юленьку храню каждый день. Да, я понимаю тебя. Я знаю, как тебе тяжело. Я был так привязан к Иренке, мы все ее так любили. Да, Володя. Ирена тоже очень любила вашу семью. И поэтому я приехал предложить тебе мир. Давай, оставимся нашей воине. Ради памяти Иренке. Она так этого хотела. Жаль, что все так поздно. спасибо тебе. Да, Андрюха, получается нам с тобой обоим в любви не везет. Почему обоим? У тебя же с Ксюшей все хорошо. Да, было хорошо. А теперь все кончилось. Как это так? Да просто как. Пошел я к ней в Улану. Ну, хотел прогуляться, предложить, развеяться. Ну, ей очень же тяжело пришлось в последнее время. Пришел я, а там этот. кто? Он. Вокруг нее вертится, там соловьем соливается. Сволочь. Робертом, кажется, зовут. Но я ему дал понять, что Ксюшка моя невеста. А она... Ну, что, что она? Она сказала, что я не имею права ее ревновать, и что, мол, ее отец был прав, что мы Королевы не читаем. Представляешь, он так и заявил, от предательницы. Все мне ясно, Женька. Что тебе ясно? Ну, и дураки же мы с тобой. Настоящие упрямые ослы. Головин! Головин, что с вами? Так, дай папку сюда, Шура. Аптечку, аптечку, и скорую вызывай. Что ты ему дал? Да, самая обычная сигарета, товарищ майор, с фильтром. А вот что он там заходится? Ну, что, Шура? Вызвала скорую. Леонид Борисович, я даже не знаю, что ему дать. А вдруг у него аллергия на что-нибудь? Или астма это? Все, ничего ему не даем. А то помрет у нас здесь. Потом нас самих последствием экспериментом затаскают. Да живой, живой, гражданин начальник. Прихватил что-то со мной, гражданин. Курить меньше надо, головин. я не могу смириться с ее гибелью. Мне кажется, я все удал, чтобы многое изменить в жизни. К чему Господь забрал Ирена? К сожалению, Саша, нам не дано это понять. Ты помнишь, когда я потерял дочь. Я тоже проклинал все и все, и всех винил. А потом понял, что, ежели Всевышний забрал ее, так значит, было ему угодно. И помогла мне это понять и рада. И то, что Господь забрал ее, кажется, такой несправедливостью. С этим совершенно невозможно смириться, я тебя понимаю. Можешь себя поздравить, Женечка. Ты вел себя как последний эгоист. обиделся, видишь ли, что его девушку кто-то куда-то пригласил. Да что ты говоришь? А ты лучше, что ли? И я не лучше. Да, я тоже вел себя как последний идиот. Вовка совсем пацан. А я жизнь почти прожил и так ничему и не научился. Нашел с кем справиться. То есть ты считаешь, что ты неправильно поступил с Валидом сыном? Конечно. А кто я ему такой? Я еще ничего не сделал, чтобы завоевать его доверие. Уже начал руки распускать. И Варя была совершенно права, что меня отчитала. Да, и я тоже хорош. Чего я на этого Роберта взъелся? Он ведь ей все-таки родственник какой-никакой. А тут я так завелся, как будто она моя собственность. А ей жестоко всего пережить пришлось в последнее время. Тут еще я со своей ревностью иду. Да, в общем, Андрюха, надо как-то все это исправлять. Ну и что делать будем? Как что? Извиняться? Ух ты, Класс, сейчас он его догонит. А я говорю, не догонит. А я говорю, догонит. Ух ты, смотри. Я украл ваш ключ и против его ведро. Где ведро? Где ведро? Ну, что ты сердишься? Прости, я виноват. Столько времени потеряли с увлечением. Придется завтра ехать в лес, сегодня не успеем. Так а что ждем-то? Может, все-таки сегодня все закончим? Осталось-то только в лес съездить, чтобы я показал, где труп Ланевского спрятал. Хорошо бы сегодня все успеть, Леонид Борисович. В следующий раз по-новому придется разрешение получать. Это понятно. Но пока до леса даем, уже темнеет. Рискованно. А что теперь делать? Ладно, едем. Народа у нас много. Никуда он от родной милиции не денется. Спасибо, Георгий. Все нормально? Владимир приехал выразить нам свои соболезнования. Я не буду мешать вам. как ребята, как Ксюша. Как она это все перенесла. Ей тяжело, но она держится. Она молодец девочка. Она у тебя умница. А Олег? Я чувствую, как мы с ним отдаляемся. ведь ей своя жизнь. Иногда мне кажется, что наша семья рушится. А я не могу это остановить. Я бессилен. Саша, я не знаю, как тебе это сказать, но хочу, чтобы ты знал, если тебе нужна помощь, ты можешь на меня полностью рассчитывать. Давай помянем Морегу. Царствие небесное. сейчас, когда мама не стала, я начал понимать, что она для меня значила. Наверное, я был плохим сыном. Олег, нет, не говори так, ты был хорошим сыном, ты ее любил, она это знала, это самое главное. Очень любил. никак не могу смириться с тем, что я терял ее навсегда, но к сожалению, ничего уже не изменить. Наверное, сейчас себе трудно это понять, но поверь, со временем боль утихнет и останутся только светлые воспоминания. Не знаю, мне кажется, я никогда не смогу смириться. А ты должен. Подумай, мама ведь не хотела бы, чтобы вы страдали. Да, она была очень добрая, всегда была готова помочь, утешить. Если бы я тебе могла хоть как-то помочь. Ты можешь, просто будь рядом со мной и все. Я буду, я всегда буду рядом, обещаю тебе. Вот ты где? А ты не хочешь мне объяснить, где ты был прошлой ночью? Гулял. Я не думал, что это тебя так интересует. Ты же, как я погляжу, увлечена Давыдовым. А ты что, против? Да нет, ну ты что? Давыдов для тебя просто находка. Настоящий владелец заводов, газеты, пароходов, а еще и хозяин кладу, как выяснилось. А что ты против Давыда имеешь? Кстати говоря, вот это все он заработал сам. А ты чего достиг жизни? Ты на что намекаешь? А я намекаю на то, что у нас одни долги. И, кстати говоря, все из-за тебя. Прекрати. Ты, между прочим, тоже хороша. Я? Да. Тихо. Нас могут услышать. Я изо всех сил стараюсь как-то уладить наши дела. Я вижу, как ты стараешься. И тебе советую сделать все возможное, чтобы завоевать расположение Давыдова. А я пытаюсь. Да-да-да, ему очень понравится, когда он узнает, что ты ухлестываешь за его дочерью. А тебе она, как я погляжу, не очень понравилась. Зато она понравилась тебе. Принести что-нибудь? Да нет. Спасибо. Я не голодная. Ты будешь что-нибудь? Когда ты рядом, мне не до еды. Спасибо, пока ничего. Спасибо. Почему ты так внезапно уехал в Лучанск? И что за странное, письмо ты мне оставила? Как-нибудь я тебе объясню, Олег. Пойми, я должна была так поступить. Все очень волновались за тебя. Я же себе просто места не находил. сорвался в Лучанск. Тебя, понятное дело, не нашел. Нашел только твою записку и вот это. Я знала, что ты его найдешь. Пусть он всегда будет с тобой рядом. как наш талисман. хорошо. Я всегда его буду носить с собой. А я знала, что ты меня искал. Правда? Угу. Соседка сказала, слушай, она у тебя такая строгая, по-моему, я ей не понравился. Да нет, наоборот. Ты произвел на нее очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Свет, там в Лучанске со мной произошло кое-что страшное. Что? У меня на руках умер мой старый друг Игорь Смирнов. Труб Ланилска обнаружили за сто метров отсюда. Можно сказать, что Головин нам уже все подтвердил. Чего-то никак не могу найти я это место. Головин, мы здесь бродим уже полчаса, вокруг да около. Да нет, точно где-то здесь. Леонид Борисович, пусть он сам покажет нам это место. Нам необходимо составить протокол. Само собой. Слушай, побыстрее, мы все это закончим. Гражданин начальник, вспомнил. Вон туда я труп Ланилского отнес. Куда? Туда. Головин стоять! Стоять! Ты, кстати, не рассказал мне, чем закончилась история с захватом завода? Пока ничем. Я задействовал все свои связи, даже знакомых из ФСБ. Ну, ты ведь знаешь, как трудно решаются подобные дела. Действительно, эта история может оказаться совершенно бесперспективной. ой, Иванович, сейчас все идет хуже некуда. У Ланова заложено. Мы здесь живем на птичьих правах. Ты рада же умоляла меня не закладывать имение. Господи, как она была права. Если мы потеряем у Ланова, у меня не останется ничего. Подожди отчаиваться. Ведь сделка по продаже имения, она же абсолютно недействительна. Какое-то имеет значение. Залог в любом случае надо отдавать. Даже если дело по Кацинскому заводу решится в мою пользу, денег на выкуп Уладова у меня нет. Нет. Знаешь что, Саша? У меня к тебе есть одно серьезное предложение. А я слушаю тебя. Игорь Смирнов. Он мы учились в одной школе. Я не верю. Мне самому это трудно поверить. Тем более у Игоря была какая-то страшная смерть. Лана, не знаю. Не знаю, стоит ли тебе все это рассказывать. Олег, что с ним случилось? Я должна знать, если это касается тебя. еще как касается. Меня едва не обвинили в его смерти. Как? Я хочу еще раз этот мультик посмотреть. А я хочу другой. Пусти. Дай. Так все, хватит ссориться. На сегодня мультики кончились. Живо умываться и спать. Спокойной ночи, мамочка. мультики кончились. Пусти. Мама, ты сильно расстроилась? Да. Зачем ты так себя вел с Андреем? Мама, прости, я не знала, что ты так будешь переживать. Не знаю. А если бы знал, что бы тогда изменилось? Привег делать все, что вздумается. Видно, плохо я тебя воспитала. Раз твои что захочешь. Мам, прости, я так больше не буду. Честное слово. Но хочешь, я извинюсь перед дядей Андреем. Прямо сейчас ему позвоню. Поздно позвонить. Поздно. Ну, тогда завтра позвоню. Мама, пожалуйста, не расстраивайся. Я тебя очень прошу. Ладно. Все наладится. Когда я выходил от твоей соседки, во дворе дома я встретил Игоря. Я его даже сначала не узнал. Он, честно говоря, сильно изменился. Мы после университета пять лет не виделись. Ну, может, больше даже. Как мир тесен. Оказывается, ты учился с Игорем. Да. Мы пошли к нему домой. Решили выпить за встречу. Посидели, разговорились. Естественно, немного выпили. А когда я уже собирался на автобус, Игорь пошел зачем-то к Раквине. Ну, посуду, я не знаю. Как выяснилось потом, в Раквину ввел оголенный провод. Игорь ударил током. Только я этого не видел. Я только увидел, что я его в сторону отбросил, и потом лужу крови вокруг его головы. Почему тебя обвинили в его смерти? Понимаешь, Игорь был еще жив. Я вызвал скорую, а врач вызвал милицию. Следователь решил, что я убил друга в пьяной драке. Слава Богу, экспертиза потом подтвердила, что я здесь ни при чем, и меня отпустили. Значит, это была случайность? Я так не думаю. Ты знаешь, он перед смертью какие-то странные вещи говорил. Как будто он знал, что он умрет. знал. Олег, может, это было самоубийство? Так какое ты хотел мне сделать предложение? Оно даст реальный шанс поправить тебе дела. Я думаю, в твоих интересах его как следует обдумать. Любопытно. Понимаешь, Саша, я абсолютно в курсе, в каком положении находится твой бизнес. Не понаслышке все знаю. Для того, чтобы его поправить, нужна бездна времени, куча денег и уйма сил. К чему ты клонишь? Я предоставлю тебе средства, выкупив 50% акций банка Давыдова. Ты считаешь смерть Игоря самоубийством? Почему? Я попытаюсь это объяснить. Ты мне сначала можешь рассказать, что говорил Игорь перед смертью? Какими были последние слова? Мне кажется, он говорил, это должно было случиться. А еще просил не вызывать скорую. А до этого? Он рассказал, что вся семья его погибла. Сначала же она, а потом отец с матерью. Он очень сильно переживал. Переживал, что не умер вместо них. Говорил, что это какое-то проклятие, рок. Вот видишь, значит, он решил свести счеты с жизнью. А тебя выбрал в исповеднике. Теперь ты понимаешь? Нет. Я не верю, что Игорь мог убить тебя. Да еще при мне. Но зачем? Он мог дождаться, чтобы я уехал и... Я не знаю, но... Это невозможно представить себе, что творится с человеком в такую минуту. Ты знаешь, он говорил еще, что собирается начать новую жизнь. Мы шутили, смеялись, даже вспомнили наши университетские проказы. А что милиция? Ну, у них есть какая-то версия? Следователь сказал, что, возможно, его убили. Кто? Не знаю. Не знаю. Я, наверное, пойду. Поздно уже. Ты уходишь? Подожди, куда? Дежурный. Дежурный. Побъех от следственного эксперимента. Загородное шоссе. Дачный вибротип Верхний Лихобор. И требуется подкрепление. Рекинолога с собакой. Рекинолога с собакой. Сейчас подъеду. Артиста. Отхитрил таки. А я дурак, а? А дурак. Не волнуйтесь, Леонид Борисович. Сейчас наши начнут дачу прочесывать, а там и гинолог подоспеет. Ты думаешь, он будет сидеть на даче ждать твоего гинолога с собакой? Он уж далеко. Леонид Борисович, что с вами? Леонид Борисович. Олег, мне нужно найти жилье. Я была сегодня в ЖЭКе, там живет другой сотрудник. И если я не потороплюсь, я останусь просто на улице. Я тебя никуда не отпущу. Как это понимать? Вот так и понимай. Мы сейчас поедем в Уланово. И ты будешь жить там, вместе со мной. Нет. Света, ты же мне обещала, что будешь со мной всегда. Так что это даже не обсуждается. Олег, я буду с тобой. Но не там, не в Уланово. Почему? В вашей семье и так сейчас очень тяжелые времена. Не надо мне сейчас там появляться. Света, я понимаю, у тебя с нашим домом связаны не самые лучшие воспоминания. Я все прекрасно понимаю. Но поверь, теперь все будет по-другому. Может быть. Но не сразу. Олег, дай мне время. Тогда куда же ты сейчас пойдешь? А сейчас я пойду в милицию к следователю Прозорова. К какому Прозорову? Поздно уже. А в милицию пойдешь завтра. Ты мне лучше расскажи, почему ты написала мне такое странное письмо? Ты хочешь, чтобы я тебе продал тело всей своей жизни, мой банк? Ну, не весь. А только половину. А какая разница? Для меня это одно и то же. Что тебе важнее? Банк с подмоченной репутацией? Или родовое гнездо Уладова? Банк и имение – это две части моей жизни. Я никогда их не разделял. Ну, в конце концов, любой бизнес существует только для того, чтобы его когда-нибудь продать. Ну, хорошо, я подумаю. Подумай. И дай мне знать. Подожди, Володь, какая разница, сейчас я это решу или через несколько дней это ничего не изменит. Я знаю, что для меня всего важнее сейчас. Я согласен. Далеко еще? Почти пришли. Отсюда до поселка рукой. Ой, пошли быстрее. Здесь очень темно и страшно. Олег, я тебе все расскажу. Потом, ладно? Ну, хорошо, я не пойду в милицию. Я пойду к Жене в мастерскую. Свет, да не могу я тебя никуда отпустить. Я не понимаю, зачем нужно идти в мастерскую, когда можно поехать к нам в Уланово? Я не могу поехать к вам в Уланово. Сейчас, ночью. Ну, ты понимаешь, я не могу заявить о ваш дом, увидеть там твоего отца. Да все отец поймет. Да, между между вами были конфликты. Не нужно его бояться, поверь. Он все поймет. Да и Ксюха будет тебе очень рада. Олег, ты сам веришь в то, что ты говоришь? Твой отец считает меня причиной всех ваших бед. Может быть, он прав? Да, честно говоря, ему сейчас не до этого. Я просто не успел тебе рассказать. У нас в доме появились новые люди. кто? Моя тетка, сестра матери, ее сын. больше о них я сам ничего не знаю. Одним словом, поехали, сама все увидишь. Как? Ты согласна? Не знаю. Здорово. Вас прихватило. желательно взять больничный и недельку посидеть дома. Иначе в следующий раз заработайте инфаркт. Лучше бы я сразу умер. Леонид Борисович, ну что вы такое говорите? Типа он во мной язык. Что я говорю? Убийцу упустил прямо со следственного эксперимента. Никуда он от нас не денется, Леонид Борисович. Мы его найдем. Из-под земли достанем. Вот увидите. Прием, прием. Да, да. Осипов слушает. Группа на месте. Прочесываем лес вокруг поселка. Собака взяла след. Отбой. Вот. Слышали? Собака взяла след. Значит, Шура, меня сейчас волнует один вопрос. Борис сам убежал? Или ему кто-то помог? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова